5 самых жестоких киллеров России времена 90-х прошли, но до сих пор воспоминания о них хранят те ужасы, которые вытворяли бандитские группировки, которыми была наполнена Россия. Все они хотели быть первыми и для устранения неугодных главарей банд использовали киллеров. 1. Александр Солоник, Александр Македонский. Прозвали его так потому, что он очень умел и метко стрелял сразу с двух рук. 2. Александр Солоник мог стрелять не только с двух рук, но и управляться с любым оружием, хоть пистолетом, хоть РПГ. Еще он был известен тем, что умудрился сбежать из матросской тишины, до этого никому не удавалось это сделать. Сколько заказных убийств он выполнил точно неизвестно, но более 30 это доказанных эпизодов. Убил его в Греции, во время отдыха со своей гражданской женой его коллега, Саша Солдат Пустовалов. 2. Аслан Гагиев, Джака. Этот монстр сколотил банду убийц выполнявших заказы на убийство в Москве и Осетии. Всего они убили более 70 человек. Его визитной карточкой были всегда громкие убийства, с массовой стрельбой и большим шумом. Брал в банду киллер только бывших сотрудников силовых ведомств. Поймали его в Австрии и передали в Россию только в 2015 году. 3. Александр Пустовалов, северный широтый солдат. Именно он прикончил своего коллегу Александра Солоника в Греции. Сколько же всего он убил человек, то по словам самого Пустовалова он не может вспомнить. Но, это количество по примерным подсчетам больше 38 человек. Убивал он не только по заказу, но и своих же коллег по банде, просто если они ему не нравились. Во время подготовки к убийству он выслеживал жертву, и готовился очень тщательно, даже маскируясь под бомжей. Любимым оружием считал пистолет Глок. Приговорен к 24-му годам, но это не окончательная цифра. С каждым годом следователи находят все больше жертв Пустовалова. 4. Олег Пронин. Аль Капони. Свою кличку Пронин придумал себе сам, и очень гордился ею. Хотя начало бандитской карьеры у него было самое обычное и начинал он с рэкет и разбоев. Когда он вступил в Ореховскую ОПК, то решил повысить квалификацию до киллера, уроки он брал у Саши Солдата. Всего на его счету 23 доказанных убийства, получил 24-го года тюрьмы. 5. Алексей Шерстобитов. Леша Солдат. Этот пафосный киллер Медведковской ОПК убил по версии следствия 12 человек. Киллером стал после того как на него, рядового бандита повесили большой долг и поставили перед выбором умереть или убивать. Он выбрал второе. На его счету громкое убийство от Арика Вентришвили и бизнесмена Иосифа Глацера. Был очень изобретательным киллером и мог изготовить специальное самостреляющее устройство с дистанционным управлением. Был осужден на 23-го года, в тюрьме успел два раза жениться и написать книгу. К счастью всех этих убийц смогли поймать и посадить за решетку, но отголоски страшных 90-х годов до сих пор всплывают в полицейских сводках. На моем канале вы найдете еще много интересных статей. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.